Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Напоминают о гражданском долге. В Самаре сотрудники участковых избирательных комиссий совершают поквартирный обход избирателей. Тонкая грань между информированием и агитацией. В Самаре обсудили роль региональных СМИ в обеспечении избирательного процесса. Обрели свой дом. Воспитанники спортивной школы номер 8 начали тренироваться в новом бассейне Куйбышевского района. Россияне любят путешествовать большими компаниями, в том числе и группами более 10 человек. Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии Самарской области. Участие в нем приняли руководители министерств, ведомств, правоохранительных органов, а также главы городов и районов региона. На обсуждение были вынесены вопросы обеспечения безопасности жителей. Губернатор поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за эффективную работу по противодействию экстремизму и терроризму. Так, сотрудники ФСБ на территории Самарской области пресекли противоправную деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Отдельно рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения выборов президента России. Напомним, голосование пройдет 15, 16, 17 марта. Дмитрий Азаров отметил, профилактические меры следует усилить в первую очередь на избирательных участках, объектах инфраструктуры, предприятиях, жизнеобеспечения, в местах отдыха людей. Участники заседания отметили, что в дни голосования каждый избирательный участок будет находиться под круглосуточной охраной. В Кировском районе активно идет расчистка снега. Особое внимание уделяют отремонтированным дорогам в рамках национального проекта. На улицах регулярно убирают снег и покрывают проезжую часть противогололедными материалами. Подробнее в нашем сюжете. Улица Береговая в Кировском районе имеет важное значение. Через нее проходит большой поток грузовых и легковых автомобилей. Дорога ведет к жилым домам, промышленной зоне и транспортным развязкам. Недалеко от Береговой – путепровод по улице Земица. Движение по нему открыли осенью 2023 года. Ранее дорожное полотно здесь отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Самарские общественники наблюдают за процессами обновления дорожных участков и их сезонного содержания. Очень приятно наблюдать, что в зимний период, текущая зима очень снежная и постоянно идет расчистка данной дороги. Это приятно радует. Безусловно, ей уделяется внимание. С ремонтом дороги, конечно, благоустраиваются уже и дальше территории. Тротуары, ставятся павильоны магазина, делаются парковочные места. Проезжую часть во время снегоуборочных работ расширяют пешеходные переходы и заезды во внутриквартальные территории, регулярно очищают от снега, наледи и покрывают противогололедными материалами. Это помогает сохранить асфальтовое покрытие в нормативном состоянии, особенно при температурных качелях. Удается сохранить покрытие. Уделяем максимальное внимание. Мы всем дорогам уделяем внимание, но в первую очередь, конечно, мы стараемся следить за теми дорогами, которые были отремонтированы в рамках проекта «Богадэ». Улицу Береговая начали приводить в порядок весной 2023 года в рамках профильного нацпроекта. Участок длиной 1,3 км обновили высокопрочным асфальтобетоном от проспекта Кирова до дома номер 5. Карантина новое покрытие составляет 5 лет. Контроль за состоянием дороги и циклом сезонных работ организован в постоянном режиме. Разрушений нет. Если разрушения появляются, их дело в дорогах гарантирует обязательство. При уборке снег формируют в снежные валы. Для этого вида работ обслуживающая организация задействовала погрузчики, комбинированные машины и другую технику. Не обходится и без ручного труда. При тане снега в весенние периоды возможно разрушение асфальта, появление трещин. Поэтому важно и необходимо убирать снег, вывозить его в проезжей части. Всего с начала сезона с Кировского района вывезено более 85 тысяч тонн снега. В процентном соотношении это 25% от всего объема снега, вывезенного из города. Так, в ночь на 21 февраля в Кировском районе работала 31 единица техники и 17 дорожных рабочих. В минувшие сутки по всему городу снегоуборочные работы выполняли 3,5 тысячи уборщиков и 551 машина. За это время ГИБДД со службы эвакуации отправили шесть автомобилей с улиц Дыбенко и Садовой на штрафстоянку. Темп работы не снижают. Более 5000 тонн снега вывезли на спецплощадки. За сезон они приняли около 363 тысяч тонн снежных масс. Виктория Шара и Елизавета Прокопенкова, Петр Паломеев. События. Тонкая грань между информированием граждан и предвыборной агитацией. О роли СМИ Самарской области в информационном обеспечении избирательного процесса говорили на заседании расширенного круглого стола. Встреча уже по традиции прошла в Самарском доме журналиста. Собрались представители медиасферы, члены общественной палаты Самарской области, регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами, а также федеральные эксперты. Разбирали основные принципы работы изданий и телеканалов в период предвыборной кампании и изменения в избирательном законодательстве. Подробности расскажем в сюжете. Чем отличается информирование граждан от предвыборной агитации? Чтобы разобраться в тонкостях законодательства, которое касается работы СМИ на выборах, в Самарском доме журналиста собрались федеральные и региональные эксперты. Ведь уже не за горами главное политическое событие страны – выборы президента Российской Федерации. Они пройдут 15, 16 и 17 марта. Освещая предвыборную кампанию, средства массовой информации должны объективно относиться к тому, что происходит. Очень важно, чтобы были у всех кандидатов равные возможности и давали зрителю, читателю, слушателю реальную картину. Очень важна позиция СМИ и в плане мобилизации наших избирателей, чтобы они пришли на голосование и свободно изъявили свою волю в отношении любого кандидата, которого они сами ценят, выберут для себя. Задача СМИ в предвыборный период – не просто донести информацию до населения. Важно сделать это объективно, констатируя факты, без личностных оценок ситуации. Мы не можем сказать, хорошо дело идет на этом участке или плохо идет дело на этом участке. Мы можем говорить о фактах, о наличии или об отсутствии пандусов, о доступной среде или о недоступной среде, о том, что можем показать какую-то перепалку, но ни в коем случае не давать оценку тому, что происходит. Вот это, пожалуй, главный принцип работы СМИ, и этим мы всегда отличаемся от блогеров, которые могут себе позволить на своих страницах дать субъективную оценку. Выборы президента проходят в непростых условиях. Возможны вбросы в информационное поле и многочисленные фейки, говорит председатель Ассоциации некоммерческих организаций независимый общественный мониторинг Александр Брод. Он участвует в заседании круглого стола по видеосвязи. Сейчас, так сказать, выборы диктуют новые подходы, новые, так сказать, понимания общественно-политической ситуации, и особенно то, что проходят они в условиях очень серьезного политического информационного давления. Мы этой теме по линии Ассоциации НОМ, по линии Президентского Совета по правам человека уделяли много внимания, много выступали. Был специальный доклад о информационных рисках и попытках дискредитации избирательной системы со стороны политиков недружественных стран, со стороны ряда средств массовой информации, которые публикуют непроверенные данные, пытаются похеять тревогу в среде наших избирателей, недоверие к избирательным процедурам. Звучат призывы приходить на участки, портить избирательные бюллетени, бойкотировать выборы, устраивать протестные акции. Конечно, такие призывы не имеют ничего общего ни с правом, ни с этическими нормами. Фото- и видеосъемка на избирательных участках может вестись только аккредитованными журналистами, имеющими подтверждающий этот документ. При этом категорически запрещается нарушение тайны голосования и фиксация персональных данных избирателей. Теперь операторы и фотокорреспонденты могут работать только находясь в определенных точках, разрешенных для видеосъемки. Со всеми изменениями в законе о выборах можно ознакомиться на сайте Центра избиркома. Важное правило для журналистов – не создавать помех работе избирательных комиссий. Почти тысячи участков оборудуют стационарными видеокамерами, на остальных будет вестись точечная видеофиксация. Для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования будут работать независимые общественные наблюдатели. Они прошли обучение. Всего подготовлено пять тысяч человек. Координация работы этих людей в дни голосования – одна из основных задач деятельности общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Штаб общественного наблюдения внимательно относится ко всем этапам избирательной кампании. С 17 февраля у нас начинается режим активной агитации. И поэтому мы традиционно с Союзом журналистов Самарской области, с заинтересованными средствами массовой информации, огромное вам спасибо, с блогосферой, сегодня договариваемся о том, что у нас будет глубокая информационная работа. Мы должны рассказать о всех программах наших кандидатов на пост президента Российской Федерации. И, конечно, соблюдать все правила законодательного регулирования и не допускать вот той оголделой агитации, которая иногда, к сожалению, имела место быть. Напомним, в этот раз в состав общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами вошли 15 человек. В том числе представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Накануне выборов президента России сотрудники участковых избирательных комиссий совершают поквартирные обходы избирателей. Отметим, что информирование граждан с целью повышения явки на выборах будет проходить с 17 февраля по 7 марта. Подробнее расскажет Елена Чернявская. Если к вам в квартиру постучались и представились работникам избирательной комиссии, не удивляйтесь, по всей стране началось адресное информирование жителей о предстоящих выборах. Анна Давыдова, председатель участковой избирательной комиссии 3209. Постоянное место работы – администрация советского района. Уже более 15 лет подрабатывает на выборах. Начинала с рядового члена избирательной комиссии. И вот уже пять лет занимает должность председателя. Общественная работа женщине нравится, особенно общение с людьми. У нас у очень многих людей поверхностное представление о выборах. И когда доносишь информацию, так как она действительно есть, и люди это понимают, настрой меняется в лучшую сторону. И люди понимают и принимают свою жизненную позицию такой, какая она должна быть в принципе у нас. У каждого обходчика есть удостоверение, жилетка, сумка и нагрудный знак с символикой выборов. Они рассказывают избирательным о том, где и как можно отдать свой голос. К примеру, престарелые, инвалиды и родители с маленькими детьми могут сделать это на дому. Таким вариантом хочет воспользоваться Владимир, воспитывающий малыша. В день голосования к нему придут представители избирательной комиссии с переносным ящиком для бюллетеней. Мужчина не знал о такой возможности и с радостью согласился. Это очень удобно, потому что если бы был ребенок постарше, конечно, было бы интересно сходить на участок, показать ему, как это все устроено, как это все проходит. Но в нашем случае, конечно, удобно будет, если придут к нам на дом, и мы проголосуем вместе с супругой по месту проживания. Это прямо для меня новость. Спасибо членам избирательной комиссии, что пришли и проинформировали об этом. Мы всегда ходим на выборы, потому что не надо забывать о том, что с правами еще и мы имеем обязанности. И я считаю, каждый гражданин просто обязан хотя бы раз в 6 лет, ну или там, если региональные выборы считать, раз там голосовать, выражать свою гражданскую позицию. Потому что это тот шанс влиять на наше будущее, на будущее наших детей. Информирование жителей продолжится вплоть до 7 марта. В будни стучаться в двери к избирателям будут с 16 до 21.00, а по выходным и праздникам с 10 утра до 8 вечера. Мы обходим, наверное, квартир 100 в день. И, допустим, если нету человека на данный момент дома, то мы вешаем табличку ему на дверь о том, что мы были, чтобы он знал, что будут проходить выборы. И также мы даем буклет, где указаны кандидаты. Все обходчики – члены участковых избирательных комиссий, которые прошли специальное обучение. Виктория Шарая, Елена Чернявская, Григорий Пельшаков. События. В Самарском государственном колледже прошла деловая игра – модель выборов. Здесь все по-настоящему. Члены избиркома, бюллетени, кабинка для голосования и даже автоматизированный комплекс обработки бюллетеней. Следят за процессом представители студенческого СМИ и общественные наблюдатели. О том, как прошло студенческое голосование – в нашем репортаже. 19-летняя Лусинепа Заян в выборах уже участвовала. Прошлой осенью выбирала губернатора. Зная, как устроен процесс, в числе первых приняла участие в студенческом голосовании на референдуме по вопросу внеурочной деятельности колледжа. Девушка делится. Многие из тех, кто сегодня придет на импровизированный избирательный участок, впервые попадут в атмосферу выборов. Это всем пойдет на пользу. Мне кажется, каждому студенту, даже которому нет 18 лет, было бы интересно увидеть до того, как им исполнится 18 лет, как проходят на самом деле выборы и почувствовать это на себе. Референдум в Самарском государственном колледже прошел при поддержке молодежной избирательной комиссии Самарской области. У нас не просто выборо-студенческое голосование. Ребята будут определять, нужна ли им внеурочная деятельность, как она влияет на их гражданскую активность, на воспитание их личности и так далее. И мы посмотрим, какое мнение у молодежи по этому поводу. Здесь все по-настоящему. На участке избирателей встречают члены студенческой избирательной комиссии. После предъявления документа, студенческого билета, выдают бюллетень для голосования. Чтобы сохранить тайну голосования, волеизъявление проходит в кабинке. После проставления галочки бюллетень отправляют в КОИП. Это автоматизированный комплекс обработки. Он представлен колледжу избирательной комиссии. За соблюдением всех процедур голосования следят наблюдатели. Наравне со студентами в зале присутствуют и независимые общественные наблюдатели, которым предстоит выполнить эту роль на выборах в марте. Сегодня у нас на тренинге присутствуют наши наблюдатели, которые обучены семинарами общественного штаба. Их два человека. Они будут смотреть весь комплекс мероприятий, который будет проходить на площадке колледжа. Соответственно, сегодняшний тренинг покажет, насколько мы готовы, наши наблюдатели готовы, насколько соответствуют компетенции тому, что у нас будет применяться в рамках единого дня голосования. Активность студентов на модельных выборах показала, насколько подрастающее поколение заинтересовано в процессе голосования и готово к волеизъявлению. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. В боевых реалиях важно состояние души. В штабе общественной поддержки Самарской области прошла встреча участников специальной военной операции с молодежью. Бойцы рассказывали о службе за ленточкой, делились фронтовыми историями, рассуждали о патриотизме. Модерировала встречу Екатерина Колотовкина, руководитель комитета семей воинов Отечества 63-го региона. Ксения Баканова расскажет подробнее. Вот уже два года Руслан находится в зоне боевых действий. Сейчас приехал домой в отпуск, соскучился по родным, да и повод приятный. Совсем недавно у мужчины родилась дочь. В череде бытовых забот нашел время и для того, чтобы встретиться с молодежью в штабе общественной поддержки Самарской области. Очень много видеороликов, где там мы негодяи, нас там побеждают, нас убивают и так далее. Ну, скажем так, что в большинстве это все фейк. Для этого им нужны такие беседы, чтобы непосредственно общаться с нами, которые принимаем участие в специальной военной операции. Боец рассказывал о суровых буднях на службе, делился фронтовыми историями, рассуждал о патриотизме. Ребята слушали и активно задавали вопросы. Их интересовало буквально все. Где живут и как питаются участники СВО, сколько времени находятся без связи с родными, получают ли письма. Модерировала встречу Екатерина Колотовкина, руководитель комитета семей воинов Отечества Самарской области. Вы знаете, я считаю, что на сегодняшний день, наверное, просто жизненно необходимо говорить с молодежью. Сегодня мы представили наш проект «Лица армии». В этот момент, когда вся страна обсуждает победу на фронте, наши войска взяли Авдеевку, очень важно говорить о тех, кто это сделал. И сегодня мы представили ребят. Это разведчики с нашей армией. Их лица закрыты, потому что эти ребята выполняют специальные операции. Экспозиция включает в себя около 20 портретов. Бойцов на передовой сфотографировал самарец Олег Ракшин. Сам он ушел на фронт добровольцам. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Опрос «Яндекс.Путешествий» показал, что россияне часто путешествуют большими компаниями. Две трети участников, 66%, рассказали, что ездили в новые места компаний до пяти человек. 16% путешествовали группами от шести до десяти человек. 9% группами более десяти человек. При поиске жилья во время таких поездок большинство россиян, 53%, пользуются онлайн-сервисами бронирования. 19% ориентируются на рекомендации друзей, а каждый десятый обращается к турагенту. Чаще всего во время путешествия компании пары селятся вместе, 63%. 13% туристов размещаются по номерам в зависимости от бюджета. И еще столько же ориентируются только на собственный комфорт. Делают так, как им хочется. Четверть опрошенных отметили, что во время путешествий компании им важно, чтобы у каждого было личное пространство. Например, делить с кем-то комнату готовы лишь 16%. Еще около 15% могут пойти на такой шаг ради экономии, но им будет некомфортно. Еще около 40% ответили, что согласны жить в одном номере только с близким другом или членом семьи. В Самарской области эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен на 20,5%. В регионе за минувшую неделю зафиксировали почти 17 тысяч заболевших, сообщили в Роспотребнадзоре. Как уточнили в ведомстве, больше всего пациентов с ОРВИ старше 15 лет. Также их много среди детей 3-6 лет. Эксперты поясняют, что о снижении заболеваемости в регионе пока говорить не приходится. Уменьшение числа заболевших едва заметно по сравнению с прошлой неделей на 0,3%. В Самарской области отмечается циркуляция гриппа А, парагриппа, аденовирусов, реновирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов, COVID-19, отметили в Роспотребнадзоре. Наиболее эффективной защитой от гриппа и ОРВИ является вакцинация. В регионе прививки сделали более полутора миллиона человек, больше половины населения области. Плавательный бассейн с шестью дорожками распахнул свои двери для спортсменов школы Олимпийского резерва. Там прошла первая тренировка. Насколько удобен новый бассейн и как его оценивают спортсмены в нашем сюжете? Начало положено. Первая тренировка воспитанников детской спортивной школы номер 8 прошла в новом бассейне Куйбышевского района. В спортивной школе четыре отделения – плавание, подводного спорта, синхронного плавания и спорта для лиц с поражением опорно-двигательной системы. Раньше у спортсменов не было своей тренировочной базы. Все это время приходилось заниматься в арендованных помещениях. Теперь в их распоряжении современный спортивный комплекс. Мы очень рады, что наконец-то в нашей школе исполнилась мечта многих поколений, спортсменов и тренеров, и в школе появился свой бассейн. Когда есть своя материально-хитрическая база, тренировки очень комфортные, и наконец-то могут появиться новые звезды не только самарского, а также российского спорта. Главный элемент бассейна – чаша с шестью плавательными дорожками. Также в здании разместились тренажерные и хореографические залы. По проекту заявлено 210 посадочных мест для зрителей, из которых часть предназначена для маломобильных граждан. О спортсменах с поражением опорно-двигательной системы тоже подумали. Бассейн состоит из шести дорожек, 25 метров. Также у нас насчет еще устройства, спускоподъемным устройством для инвалидов и соответствующие лестницы для слабовидящих. Спортсмены удобства занятий в новом бассейне уже оценили. Очень нравится. Все новое. Все нравится. Все отлично. Мне нравится. Он удобный. Не слишком узкий, не маленький. Удобная лавочка. Тренировки у спортсменов проходят два раза в день ежедневно. По словам руководства спортивной школы, наличие собственного бассейна позволит провести новый набор спортсменов и увеличить число занимающихся плаванием. А они найдутся. В Куйбышевском районе проживает много молодых семей с детьми. Появление бассейна способствует достижению целей нацпроекта «Демография». Среди ключевых задач – поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивация на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Виктория Шара и Константин Головин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о пост-интернатном сопровождении детей-сирот. Государство предоставляет им широкий спектр помощи и поддержки для успешной адаптации к самостоятельной жизни. Жилье, образование. Сироты могут получить второе образование бесплатно. Трудоустройство. В случае отсутствия работы по специальности районный отдел опеки и попечительства выдаст ходатайство о постановке на учет в Центре занятости населения. Социальная, психологическая и правовая помощь включает в себя консультирование, а также помощь в решении трудных жизненных ситуаций. Администрация Красноглинского района публикует карточки, в которых рассказывает, как отдельные виды документов, оформленных жителями Самарской области в электронном виде через портал госуслуги, можно получить в любом офисе МФЦ, распечатанными и заверенными. Такой документ имеет юридическую силу наравне с подлинником. Администрация Кировского района Самары сообщает, что жители Кировского района могут принять участие во всероссийском зимнем марафоне «Сила России». Занятие бесплатное и доступное для всех желающих с 18 лет или с официальным представителем несовершеннолетнего. Подробности можно узнать по ссылке, указанной на странице телеграм-канала администрации. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok